А сейчас в нашей студии появится настоящий мастер восточных единоборств. Это девочка с характером смелой тигрицы. Она легко разбивает доски и надежды противников на победу. Четырехкратный чемпион Украины по тэквондо Анна Плохотнюк. Встречайте! У тебя все получится! Вышла девочка ля-ля-ля-ля-ля. И ничего вроде бы не ожидаешь, только где же модное платьице. Почему же вот такой вот странный наряд? Кимоно называется это красивое? Дабок. Как? Дабок. Дабок? Да. Значит, не кимоно, а дабок. Так, началось. А как вы здороваетесь, когда вы ходите на свое татами в свой ринг? Вот как-то так там или как примерно? Рефери говорит чарет. Чарет. Да. Кёне. Мы говорим тэквон. Тэквон. Тэквон, да. Тэквон. Да. Это сложный ритуал, его надо учить достаточно долго. Ладно, на все вопросы юная леди вы будете отвечать Андрею Данилевичу. Я пошел учить вот это ваше. Кёне, тэквон и тому подобное. Встретимся. Хорошо. Хорошо. Хорошо, давай поздороваемся. Сейчас. Сейчас. Как? Сейчас. Тэквон. Тэквон. Присаживайся. Слушай, а мне интересно, вот все вот эти вот нашивки, это что, количество соперников, которых ты уложила? Нет. А что это? Это федерация. Это мой клуб. Название моего клуба. А красный пояс, ну для красоты, потому что ты девочка. Нет. Цвет пояса показывает, на какой ступени познания тэквондо находится спортсмен, белый пояс. Это начинающий. А у меня предпоследний, а после него только черный. Это высший пилотаж уже. Да. Занимаются, наверное, большинство, это же мальчишки. Если спарринг с мальчиком, ну вы же в неравных условиях находитесь. Все-таки мальчик, он сильнее. Почему на соревнованиях был такой случай, что в моей категории не было девочки. Мы не поставили до 40 килограмм с мальчиками. Ты среди мальчишек дралась? И что, боюсь спросить? Вышло в финал первое место. А у тебя были истории, когда тебе пришлось постоять за себя? Не на ринге где-то, не на соревнованиях? Я защищалась за мою подругу. Старший брат ее обижал. Он взял такую огромную палку и пытался ее ударить. Но я взяла палку. Выхватила у него, да, из рук вырвала палку? И попала ему в нос кулаком. Сочаровательная улыбка, это сказала Анечка. И попала ему в нос кулаком. Слушай, а вот ты уже занимаешься сколько? Пять лет, да? Да, пять. Пять лет. За это все время не пожалел кто-либо из родителей, что отвели тебя на тэквондо? Все-таки больше такой мужской вид спорта. Нет, они только за. Серьезно? Да. Сегодня родители твои приехали к нам, да? Да. У меня, конечно, вопрос к маме. Вы-то наверняка протестовали. Ну, было такое, да. Не ожидала, конечно, что папа выберет у нас такой вид спорта. Хотя от танцев она сама отказалась еще в детском садике. Она просто придумывала каждый раз, что у нее болит живот. И преподаватель пришел и говорит, наверное, знаете, ну, не ее. Первый год мне сложно было это все воспринимать. Но потом, когда начали посещать разные соревнования, как-то оно уже все так свыклось. Правда, что и Ванечка тоже теперь решил по стопам сестры пойти? Да, он уже как год занимается. А ты уже научила каким-то приемам братика? Чуть-чуть, да, отрабатываем с ним. Ты на братике отрабатываешь приемы? Нет, братик на мне. Ваня, а что тебе научила сестричка? Спарринг. А удар наносить научила тебя? Да. Вот так. Я в чай. Вот так. Спасибо. Спасибо.